На прошедшие сутки на театре военных действий произошли следующие изменения. На Изюмском направлении ВСУ не прекращает попыток взлома российской обороны в городе Балаклея. Командование Киева продолжает забрасывать украинские диверсионно-разведывательные группы в Изюмский лес для замедления наступления на Славянск. В окрестностях Барвенково регулярно летает пара украинских штурмовиков Су-25 под прикрытием истребителей-перехватчиков МиГ-29. В районе Мазановки сбит украинский штурмовик Су-25. Продолжаются бои за высоты в районе Светогорска. Линия фронта постепенно смещается к Сидорова. На Луганском направлении российские войска с помощью беспилотника зафиксировали американскую гаубицу М-777. На пересечении трасс Малоризанцево-Лисичанска. Российские войска и части ЛНР развили наступление с северной части Тошковки, взяв под контроль населенные пункты Устиновка, Мирная долина и Подлесная. Союзные войска не остановились на взятии Устиновки и продолжили наступление к южной части Лисичанска, выйдя на подступы прилегающей Белой горы. Со стороны Подлесного союзные войска продвигаются к рай Александровке. В свою очередь другая группировка союзных войск развила наступление до той же рай Александровки со стороны Врубовки. По сути, в украинской горско-золотой группировке осталась лишь одна связь через поле с рай Александровкой. После взятия ключевого населенного пункта, вся группировка окажется в полном котле. Со стороны Орехова войска ЛНР успешно продвигаются к восточной части Горского. Артерия вооруженных сил Украины, ключевой логистический центр, развязка, по которой украинские войска довозили подкрепление в Орехово, в Золотое. Сейчас мост украинскими войсками при отступлении фактически разрушен, а сами украинские солдаты лежат под ним. Пока у военнослужащих народной милиции просто нет времени на то, чтобы заняться уборкой тел. Слишком стремительно идет наступление на данном участке фронта. На Донецком направлении ВСУ концентрирует свои войска в районе Павловки и пытается отбить обратно этот населенный пункт. В селе идут уличные бои. По самому Донецку продолжаются наноситься артиллерийские удары. На этот раз больше всех пострадал Киевский район. Зафиксировано, что в разрушении водоканала были задействованы французские гаубицы «Цезарь». На Николаевском направлении, по предварительным данным, российские войска развили наступление западней Снегиревки, расширив зону контроля от Новопетровки до Брухановки. С южной стороны российские войска дошли до Степной долины, ликвидировав диверсионно-разведывательную группу 28-й отдельной мотострадковой бригады ВСУ. С целью удержания контроля на Херсонском направлении несколько дней назад в Николаев прибыли польские наемники. Ракетным ударом были уничтожены две украинские пусковые установки С-300 в районе Очакова, которые были задействованы в провале наступательной операции на остров Змеиный. Продолжение следует...